Здравствуйте, дорогие телезрители! Христос Воскресе! Вы смотрите программу «Преображение». Меня зовут Анна Юрина. Рада приветствовать вас у телеэкранов. В нашей сегодняшней программе мы расскажем о том, как на Южном Урале отметили День славянской письменности и культуры, а также познакомимся с воспитанниками Челябинской православной гимназии и вместе со скаутами побываем на курсах повышения квалификации. В Челябинске много хороших традиций, связанных с Днем славянской письменности и культуры, которые традиционно празднуются в конце мая. Одним из самых масштабных событий по праву является общегородской крестный ход. В крестном ходе приняли участие более трех тысяч человек – священники, прихожане челябинских храмов, сестры милосердия, представители различных общественных объединений, казаки. Верующие вышли из свято-симеоновского храма на Свердловский проспект, шли с хоругвями и молитвой на устав, а радостный колокольный звон, который лился с передвижной звонницы, создавал атмосферу праздника. Гимназисты православной гимназии несли плакаты с крупными красиво выполненными изображениями букв кириллической азбуки. Мне самому важно присутствовать на крестном ходе, потому как я приобщаюсь к православному обществу, приобщаюсь к богослужению и приобщаюсь к такому великому празднику, что для меня немаловажно. Также для меня это является важным событием, потому что я почитаю память святых праведных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, потому что они, во-первых, они постарались очень сильно для православных людей, они перевели духовную литературу, священное писание, как вы уже знаете. Также они являются одними из немногих святых, которые постарались еще и для мирских людей, потому что благодаря ним появилась наша азбука, которой пользуются все люди, как атеисты, так и мусульмане, которые проживают на территории России, так и, собственно говоря, православные люди. Я преподаватель Южноуральского государственного университета. И мне хотелось бы отметить, что количество иностранных студентов с каждым годом в нашем университете становится все больше и больше. Их привлекает и наша традиция, и наша культура, и, конечно, наш великий русский язык. У нас открываются центры Пушкина по всему миру. И надо сказать, что мы сейчас преподаем не только на английском языке, но и на русском языке иностранным студентам, которые очень в этом заинтересованы. Конечной точкой молитвенного шествия стало Алое поле. На площади перед храмом святого Александра Невского был совершен праздничный молебен. В этот пасхальный день мы с вами еще раз почтили память равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских. Только что мы молились этим святым солунским братьям, чтобы они своей молитвой к Богу ходатайствовали за всех за нас, дабы мы были продолжателями их трудов, дабы мы были учениками их учеников. Они сделали великое благо. Они сообщили нашему народу православную веру. Благодаря их трудам и трудах их ближайших учеников мы имеем священное писание. И вся наша русская жизнь, вся наша русская культура имеет в своем фундаменте, имеет в своем начале именно труд этих солунских братьев. Священное писание, божественное откровение, в котором содержатся те нравственные истины, которые открыл нам Господь Бог. День славянской письменности и культуры – один из немногих государственных праздников, дата которого была определена с опорой на церковный календарь. Его празднуют не только в России, но и в Болгарии, Македонии и других славянских странах. Еще одной замечательной традицией является торжественный концерт в честь святых Кирилла и Мефодия, в котором принимают участие народные коллективы со всего Южного Урала. 24 мая свои двери для гостей радушно распахнул Челябинский концертный зал имени Прокофьева. Перед концертом в фойе работали выставки народного творчества, мастер-классы. Все желающие могли научиться звонить в колокола, научиться плести украшения из бисера и даже написать текст на церковно-славянском языке. Смотрим, как писать. Вот образец, и мы пишем. Сначала тяжело, а потом уже система понимает, что это уже интересно. Кружева, вышивки, рукоделие, к праздникам как готовились, что одевали. Вот у нас хоровод. Это вот на троицу на хоровод выходили девчонки, девочки все, а женихи выбирали невесту. Праздничный концерт открыл архиерейский хор Свято-Симеоновского кафедрального собора, а всех гостей приветствовал митрополит Челябинский и Мяский Григорий. Красоту и музыку русского языка организаторы постарались передать в народных песнях и танцах. Сотни людей в очередной раз с благодарностью и любовью вспомнили про двух далеких болгарских братьев Кирилла и Мефодия. Традиционный концерт в честь Дня славянской письменности и культуры проводят и в городе Троицке. В уютном зале детской школы искусств собрались сегодня коллективы культурных национальных центров города, школьники, студенты и педагоги, а также представители духовенства. Ведь День славянской письменности и культуры имеет статус и церковно-государственного праздника. Кирилл и Мефодий ввели в жизнь славян совершенно новые понятия чести, высоких богословских терминов, смирения и кротости. Благодаря возвышенному языку стала возвышаться нация в своей организации. И недаром после того, как славяне получили письменность, получили церковь, они получили потом государственность, которая вся фактически основана именно на славянском языке и на православной культуре. В основе всего, в основе мира, в основе культуры, в основе отношений лежит слово. То есть можно сказать, что сегодня праздник слова. И поэтому в нашем празднике участвуют все коллективы, которые базируются именно на хорошем художественном слове. Зрители порадовали романцами, русскими песнями, а также церковными песнопениями. Выступление артистов разных культурных национальных центров еще раз показало великое многообразие богатого русского языка и доказало единение народа. А теперь перенесемся в город Коркино. На праздник в честь создателей славянской азбуки здесь пригласили первоклассников. В четвертый год библиотекари готовят настоящий тематический праздник, посвященный Дню славянской письменности в детской школе искусств. В этот день зал полон первоклассников. Для юных друзей сотрудники Биби Гоши готовят увлекательное путешествие в мир азбуки. Примечательно, что ребятишки с ней хорошо знакомы. Ведь благодаря азбуке мальчишки и девчонки учатся читать и писать, думать, рассказывать и мечтать. Этот праздник проводит детская библиотека Биби Гоша. Вместе с артистами ребята смогут поиграть, потанцевать, разминку провести. Ну и конечно же не обойдется без нашей любимой азбуки, по которой мы все учились. И все научились читать, писать. На протяжении года ребята изучали в школе буквы. И сегодня вместе с библиотекарями закрепили эти знания в игровой форме. Когда песни пели, мне понравилось очень. А кто петь? Это кто первый создал азбуку. Там было чуть-чуть больше слов. Раз, два, три. Побежал, вставай, вставай. Так, следующий. Глядышко. Следующий. Ух ты! Что-то составили. Вот так весело и интересно первоклассники с библиотекарями отметили День славянской культуры и письменности и окончание учебного года. Праздничное настроение ребятишкам вместе с библиотекарями помогали создавать и вокалисты детской школы искусств. 24 мая Челябинская православная гимназия отмечает не только конец учебного года, но и престольный праздник своего храма, освященного во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Всякий престольный праздник, как Малая Пасха, начинается с божественной литургии, крестного хода и проповеди. Среди причастников выделялось немало ребят в гимназической форме. В проповеди владыка напомнил вехи жития равноапостольных Кирилла и Мефодия и призвал ребят брать пример со святых салунских братьев. Как же мы их дело можем продолжать? Да прежде всего через приобщение к тому подвигу, который совершили Мефодий и Кирилл. А приобщаться ему мы с вами можем, когда читаем священное писание, когда рассказываем на понятном другим людям, далеким от церкви, от языке, сущность нашей веры. После богослужения владыка Григорий отправился знакомиться с бытом гимназии. В холле второго этажа общение владыки с ребятами переросло в неформальную беседу. Ребята, окружив владыку кольцом, на перебой тянули руки. Малышей интересовало, для чего владыки посох, почему его головной убор белый, а четки красные, почему во время причастия девочки должны пропускать мальчиков вперед. Дети среднего школьного возраста спрашивали, обязательно ли девочкам носить платок, как научиться не осуждать и допустимо ли ложь во спасение. Умница-старшеклассник задал сложный вопрос о переводе священного писания с древнееврейского языка. Очень важно, чтобы вы помнили, что родители вас любят, что они сейчас являются самыми близкими к вам людьми на этой земле. Родителей в ответ тоже любите и оказывайте им всяческое почтение. Учитесь прилежно, учителей своих не обижайте, не досаждайте им. Помните, что эти люди, так же, как и родители, тоже вас любят и готовы оказать вам всякое содействие. Между тем, День славянской письменности и культуры для ребят праздник и родной, и почти профессиональный. Ведь за четыре года изучения церковнославянского языка ребята овладевают и лексикой, и грамматикой, и каллиграфическими навыками. Уроки церковнославянского языка в нашей гимназии мы всегда начинаем с памяти, с тропаря Кирилла и Мефодия, с объяснения того, кто они такие, что они нам дали. В третьем классе все начинается с замечательных прописей, которые были составлены еще Ниной Саблиной. В четвертом классе изучение как раз буквенной цифири, надстрочных знаков. То есть ребята учатся понимать русскую речь, понимают, что она возникла не сейчас, у нее глубокие корни. В пятом классе повторение и связь с русской литературой, стихи Пушкина, тот же самый пророк. А в шестом классе уже в основном изучение псалтири, чтение по-церковнославянски, толкование, переводы. Таким образом, шестиклассник, если он, конечно, прилежно занимался, может принимать участие в храмовом богослужении, читать на клиросе кофизмы и шестопсалмия, когда получит такое благословение от священника. В старших классах приходит время других древних языков, прежде всего греческого и латыни. Недаром один из вопросов, заданных ребятами владыки Григорию, касался именно богослужения с участием гимназистов, девочек на клиросе, мальчиков в алтаре. Владыка с радостью благословил это доброе начинание. Дети могут совершать богослужение. Лидеры православных скаутов Челябинска вернулись с курсов повышения квалификации. В преддверии летних каникул в городе Уфе прошли курсы по подготовке начальников скаутских отрядов. Обучение организовал Московский штаб Братства православных следопытов. По благословению митрополита Григория, курсы посетила и южноуральская делегация, во главе со священником Александром Невзоровым. На учебу собрались представители из 14 регионов нашей страны. В ходе курсов участников учили оказывать первую помощь в учебно-методическом центре МЧС России в Республике Башкортостан. Выдали соответствующее удостоверение. Пять дней курсов были посвящены углубленному изучению скаутского метода воспитания детей и подростков. Елена Тягилева, опытный скаут-мастер Организации российских юных разведчиков, раскрыла для курсантов суть работы руководителей в малых единицах, патрулях и отрядах, рассказала об особенностях большой игры, в которую вовлечены взрослые и дети. Также прошли очень важные в практическом отношении занятия по возрастной психологии детей и подростков. Провели их опытные специалисты. Отрадно отметить, что повышение уровня знаний руководителей отрядов Братства православных следопытов проходит в год 110-летия со дня образования российского скаутского движения. Основные задачи челябинской дружины на сегодняшний день – повышать качество работы в существующих патрулях, знакомить со скаутским методом прихода челябинской епархии, ведь это одна из самых эффективных форм работы с детьми и подростками. На этом наша передача заканчивается. До новых встреч, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok